Здравствуйте, уважаемые слушатели! Меня зовут Тунгатарова Динара Туршановна. Сегодня у нас по дисциплине основы конструкторской подготовки швейных изделий лекция номер один. Промышленное проектирование новых моделей одежды. Итак, давайте составим с вами план изучения процессов проектирования одежды. Первое – это процесс проектирования одежды. Второе – типы производства швейной промышленности. Итак, процесс проектирования одежды состоит из разработки проекта и технического описания новой модели. Техническое описание, в свою очередь, – это документ, который содержит исходные данные и требования для конструирования, моделирования и изготовления проектированной модели. Проектирование одежды выполняют по алгоритму. Получают и анализируют задания на разработку модели. Изучают и анализируют социологические и экономические требования к изготовлению модели. Разрабатывают проектное предложение и на его основе выполняют эскизное, конструктивное и технологическое проектирование модели. Разрабатывают рабочую документацию. Экспериментально проверяют и внедряют модель в производство. Моделирование одежды – это поэтапный творческий процесс создания новых образцов одежды художниками, модельерами, конструкторами. Итак, давайте рассмотрим с вами процессы проектирования одежды. Первый этап нашего проектирования – это когда художник-модельер работает над композиционным решением костюма, выполняет эскиз модели, подбирает материал. Второй этап – модельер-конструктор разрабатывает чертежи первичных, базовых и модельных конструкций эскизного проекта, учитывая при этом особенности телосложения фигуры заказчика, внешний вид модели, свойства материалов и технологичность производства. Третий этап – это когда закройщики и портные раскраивают, примеряют, уточняют и шьют изделия разработанной конструкции. Четвертый этап – конструкторы готовят техническую документацию для новой модели, разрабатывают основные их вспомогательные лекала. Если модель для конкретного человека, то сдают заказчику. Итак, в швейной промышленности существуют три вида производства – индивидуальные, серийные и массовые. Давайте рассмотрим с вами индивидуальное производство. Это изготовление единичных изделий, одежды, по заказу конкретного человека на предприятиях сферы услуг, выполняющих заказы населения, а также в домашних условиях. Главная цель этого производства – создавать одежду в соответствии с новыми направлениями моды, различные сложности на любой тип фигуры с учетом индивидуальных особенностей, духовных и материальных потребностей заказчиков. Отличительной особенностью этого предприятия – это первое, когда предприятия имеют небольшую мощность, второе – разделение труда небольшое или вовсе отсутствует, третье – значительное применение ручных работ. То есть больше применяется ручной работой, чем нежели машина. Большой расход ткани, потому что единичное изделие, он, конечно, естественно, у него большие выпады ткани. Поэтому здесь идет уже большой расход. Пятое – более высокая себестоимость изделия. Так как изделие единичное, естественно, и себестоимость у него идет как индивидуальное изделие. Шестое – специализация цехов зависит от региональных условий, прогнозов видов услуг, спроса их у населения. Так, давайте рассмотрим, рассмотрим с вами индивидуальное производство, это в частности ателье, да? Ателье, в состав которого входит приемный салон, склад материалов, швейный цех, участок запуска, склад готовых и подготовленных к примерке изделий и раскроенный цех. Это схема производственной структуры предприятия индивидуального производства. Второй тип производства швейной промышленности – это изготовление одежды по индивидуальным заказам, складывается из следующих основных стадий. Первое – прием и оформление заказа, выбор модели оформления квитанции. Второе – подготовка материала к раскрою. Следующее – раскрой детали изделия закройщиком. Подготовка изделия к примерке. Примерка изделия на фигуру заказчика для уточнения фасона и параметров изделия. Следующее – изготовление изделия после примерки. И далее – сдача готового изделия заказчику. Следующее производство – это серийные. Изготовление изделий, чередующиеся партиями. Это вот есть определение серийного производства. Численность которых колеблется от 500 до 2000 единиц. Это крупные серии. Или от 300 до 500 единиц. Это мелкие серии. Серия, в свою очередь, это минимальный размер планового задания предприятия, выполняемого в соответствии с утвержденной шкалой размеров и ростов на данное изделие в установленные сроки. Это также ряд изделий, изготовленных по одному образцу. Отличительной особенностью этого предприятия является… Первое – предприятия имеют большую мощность по сравнению с индивидуальным производством одежды. Второе – как правило, присутствует частичное или полное разделение труда. То есть, когда идет массовый пошив изделий, здесь присутствует пооперационное отшивание изделий. Поэтому мы указываем, что присутствует частичное или полное разделение труда. Следующее – это сочетание машинных и ручных работ. Следующее – меньший расход ткани, более низкая себестоимость изделия. Специализация цехов зависит от рынка сбыта, спроса их у населения, региона и может быть более узкая или более расширенная. Небольшое повторение единицы изделий. И следующее – это массовое производство. Это изготовление в условиях промышленного предприятия по заказам торгующих предприятий одежды для массового потребителя по стандартным размерам типовых фигур. Массовым называют производство большого количества – тысяч, а иногда и десятки тысяч однотипных изделий. Отличительными особенностями массового производства являются Первое – предприятия имеют самую большую мощность по сравнению с другими производствами одежды. Полное разделение труда. То есть в каждом цехе, на каждом участке распределено свое производство. Третье – исключается применение ручных работ, так как это массовая промышленность, поэтому ручные работы здесь не выполняются. Четвертое – наименьший расход ткани. Самая низкая себестоимость изделия и узкая специализация цехов на выпуске технологически однородных швейных изделий. Далее – производство однотипных изделий. Использование специального и специализированного оборудования. Использование методов автоматизированного проектирования. Использование унифицированных деталей. Давайте на схеме рассмотрим с вами производственную структуру швейного предприятия массового производства. Здесь вот описывается швейное предприятие, от которого идут дальше производства. Это основное, вспомогательное, обслуживающее хозяйство, подсобное производство и побочное производство. В свою очередь, основное производство. При нем имеются экспериментальный цех, подготовительный цех, раскроенный цех, швейный цех и отделочный цех. В вспомогательном производстве при нем имеется ремонтно-механический цех, энергетический цех и производство пара. Обслуживающее хозяйство. Кто к ним принадлежит? Это транспортное хозяйство, складское хозяйство. Подсобное производство, в свою очередь, это есть цех изготовления фурнитуры, цех изготовления тары. И последнее производство, это побочное, это цех ширпотреба. Также здесь схематически можно увидеть, как проходит процесс изготовления массового производства. То есть в экспериментальном цеху группой модельеров, конструкторов, технологов изготовляется продукция, передается в лекальную группу, передается в группу нормирования. Далее отправляются в подготовительный цех, после подготовительного цеха в раскройный, далее в швейный и последняя операция, это цех готового изделия. На этом сегодня лекция закончена. До новых встреч!